И в продолжении выпуска сегодня гость нашей студии, заместитель директора Института экономики и права БГУ Александр Интранов. Добрый день, Александр Евгеньевич. Представлен проект, некий, стратегии 2030. До 18 октября нужно туда, исполнители просят внести, представить какие-то пожелания, исправления и так далее. Вы, как представитель экспертного сообщества, довольны написанным? Прежде всего, я хотел бы сказать, что самому процессу я доволен. Что этот процесс начался, что мы начали обсуждать, хорошо или плохо написан документ. Это уже другой вопрос. Это уже второй вопрос. И, конечно, по этому документу есть разные замечания. По тому, как исполнительно был организован процесс работы разных площадок, у меня тоже есть замечания. И самое главное, это все-таки то, что нельзя написать хороший документ, находясь далеко за пределами региона. Нужно участвовать, нужно взаимодействовать, нужно очень плотно общаться с людьми, которым, на самом деле, очень небезразлична. Судьба нашего региона и таких людей очень много. И такие люди есть и в среде бизнеса, и в политике, и в экспертном сообществе. Нужно просто плотнее общаться и коммуницировать. Буквально год назад, когда шла подготовка, подготовительная работа ко всему этому делу, были созданы полтора десятка площадок различных для того, чтобы общественность могла высказать свои пожелания для будущей стратегии, какие-то предложения сделать, внести. И были ли учтены вот эти пожелания, предложения, хотя бы по тем площадкам, в которых вы принимали непосредственно участие? Ну, площадок, на самом деле, было, по-моему, от 18 до 22 экспертных, включая даже те площадки, которые были в Москве. Я бы хотел сказать, что вот этих замечаний, пожеланий, их было очень много. Их было очень большое количество, поэтому отследить, насколько были учтены пожелания каждого заинтересованного лица, очень тяжело и сложно. Мне просто хотел сказать, по тем предложениям, которые я высказывал и делал презентацию своих предложений на одном из круглых столов, то я бы сказал, что учет своих замечаний я практически не увидел. Замечания касались развития институтов развития, развития фондов поддержки предпринимательства, создания некой такой экосреды, которая позволяла бы коммуницировать, позволяла бы методологически сопровождать весь экономический блок, начиная от правительства и заканчивая муниципальными районами по, скажем, вообще в целом по работе, по методологии работы и с инвесторами, и по поддержке предпринимательства. Потому что время меняется, федеральные институты развития, они шагнули вперед, и как они работают, их механизмы, их можно увидеть, их можно также тоже учитывать и использовать в своей работе. А есть ли в местном экспертном сообществе некое сожаление, что не нам оставили разработку стратегии, не у нас в регионе? Вы уже упомянули вскользь, что нельзя разрабатывать стратегию региона, находясь там за несколько тысяч километров отсюда. Есть ли некое такое сожаление? Ну, я поясню, все-таки речь идет о том, как мы понимаем стратегию. Если мы понимаем под стратегией процесс согласования интересов разных сторон, которые играют существенную роль, то, безусловно, внешний, сторонний исполнитель, ему тяжело вливаться в этот процесс. Поэтому, если бы это была среда создана здесь, внутренними исполнителями, то, я думаю, наверное, это лучше получилось бы. Ну, конечно, уже после самого события очень легко критиковать и очень, ну, вот так вот. Ну, у нас, к сожалению, остается мало времени. Буквально в двух словах все-таки. Какие больше мысли превалируют в экспертном сообществе? Удалась или не удалась стратегия? Проект хотя бы. Вы знаете, в экспертном сообществе очень разное мнение сказать удалось, удалась стратегия или не удалась, очень сложно. Я просто от себя бы хотел добавить, что чувствуется, что в документе эти новые мысли, новые понятия, такие как институты, такие как зеленая экономика и множество других очень интересных и современных. Понятий, они сделали попытку учесть, безусловно, над этим документом надо работать и работать. Там очень много замечаний, логических несостыковок и, безусловно, там надо проверять также это и на соответствие федеральному закону, о стратегическом планировании. Там есть свои недочеты и несоответствия этому закону. Понятно. Спасибо большое. У нас заканчивается время. А о замечаниях и о логических несостыковках смотрите в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. Актуальная тема.